Семь минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте. На местах решать проблемы городского хозяйства. Одна из тех задач, которую новые городские власти поставили перед сотрудниками АМС города Владикавказ. Руководствуясь новым вектором управления, накануне представители городской администрации провели объезд ремонтируемых участков дорожного покрытия на основных городских магистралях. В состав рабочей группы вошли начальник управления транспорта и дорожного строительства Борис Дзитоев, руководитель муниципального учреждения Дорожный фонд Тимур Дзуцев и сотрудники столичной администрации. В рамках объезда Дорожного фонда представители мэрии проехались по улицам Генерала Плиева, Ливаневского, проспекта Коста, Гвардейская. На этих улицах полным ходом идет обновление верхнего слоя асфальтного покрытия. На 14 улицах уже проведен текущий ремонт. Дорожные службы обещают в течение двух недель частично заменить асфальтное полотно еще на 20 улицах. Работы по реконструкции ведутся практически круглосуточно. На объектах работает 10 бригад дорожных служб. Как рассказал директор Владикавказского муниципального казенного учреждения Дорожный фонд Тимур Дзуцев, текущий ямочный ремонт проводится с использованием новых технологий, которые применяются в зимнее время. Ямы заливаются литым асфальтобетоном, в состав которого входят современные компоненты, позволяющие при холодных температурных условиях выполнять работу качественно и без нареканий. В планах у руководства мэрии на 2016 год запланирован огромный объем работ по восстановлению дорожного полотна. Главная задача – повысить качество дорожной сети, чтобы горожанам было комфортнее передвигаться по дорогам. С приходом весны администрация города начнет капитальный ремонт дорог. В первую очередь планируют обновить покрытие на улице Зураба-Макаева, улице Гадиева, улице Гвардейской и улице Гукаева. Из городского бюджета на капитальный ремонт дорог выделено 180 миллионов рублей. 20 миллионов направлены на разметку. Около 15 миллионов – на светофорное хозяйство. Еще часть расходов упадет на дорожные знаки. Буквально на прошлой неделе по указанию главы администрации местного самоуправления Бориса Харитоновича Албегова было проведено совещание, на котором были обозначены в первую очередь состояния дорог. Для кого-нибудь секрет, что они в ужасном состоянии. На сегодняшний день могу сказать, что очень оперативно сработали дорожные службы. Был проведен мониторинг улиц, который в первую очередь необходимо сделать. И силами 10 бригад работы ведутся. Сейчас мы можем проехать и посмотреть, на каких улицах ведутся работы. Могу сказать, что их немало. На сегодняшний день около 14 улиц только сделано. И по нашим расчетам где-то в ближайшие две недели должны закончить ямочный ремонт. Ну а что касается капитального строительства дорог и ремонта дорог, то это только с приходом тепла. Задача поставлена очень жестко. Еще раз повторюсь, это не секрет, в каком состоянии наши дороги. Будем приводить их в порядок. Мочный ремонт, он производится из литого асфальтобетона, который нам позволяет латать ямы. То есть делается картами, прорубается и заливает сюда литой асфальтобетон, состав которого входит в компоненты, позволяющие работать в таких температурных режимах. Но основные работы будут проводиться только с приходом тепла. Северная Осетия продолжит жить по московскому времени. Северо-осетинские депутаты решили прекратить работу по законопроекту, предполагающему переход республики на летнее время и выход из московского часового пояса. Соответствующим предложением на заседании Совета Парламента выступил председатель Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Геннадий Родионов. Парламентарии приняли решение, руководствуясь итогами опросов общественного мнения относительно выдвинутой инициативы, проведенных республиканскими интернет-сайтами. Администрация местного самоуправления города Владикавказ принимает заявление на предоставление мест для организации ярмарок по продаже живых цветов по следующим адресам. Улица Владикавказская, 26-28, улица Остана Кисаева, 12, с 6 по 8 марта 2016 года. Заявление принимается по адресу площадь Штыба-2. Чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Очень часто жители Владикавказа жалуются на ненадлежащее качество санитарной уборки улиц, на что в специализированных службах уверяют, что прилагают максимум усилий. Разобраться в том, кто же виноват и что делать, решила съемочная группа программы «Семь минут с городом» и ранним утром выехала на улицы Владикавказа. Как оказалось, нечистоплотных ленивых Владикавказцев оказалось больше, чем недобросовестных работников. На многих улицах были обнаружены пакеты, хотя мусорные баки находились в пешей доступности. Еще нет и шести часов утра, а Павел Козаев, как и все его коллеги, уже на работе. За 13 лет, что он проработал в Владикавказском спецэкосервисе, подготовка перед выездом в рейс стала для него обыденностью. К слову сказать, все водители предприятия ежедневно проходят медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. И, как уверяют в спецэкосервисе, мнение о том, что сотрудники порой бывают в состоянии опьянения, не больше, чем выдумка. Регулярно техосмотр проходят автомобили. Ни одна машина не выезжает с территории предприятия без предварительной проверки исправности. Наша работа очень важна, потому что числота города – это лицо города. Мы стараемся поддерживать эту числоту всеми возможными средствами. Мы выезжаем утром рано, чтобы не мешать людям движение, не мешать. Убираем город, приводим все в порядок, вывозим мусор. Впереди насыщенный рабочий день. Сотрудники спецэкосервиса работают в две смены. Но, по словам главы администрации местного самоуправления Бориса Албегова, порой таких мер недостаточно. Одним из приоритетных направлений нового руководства столичной администрации стало улучшение санитарного состояния Владикавказа. Уже с этой осени предприняты ряд мер, призванных улучшить качество уборки улиц и вывоза мусора. Только одно администрация сделает не в силах – повысить культуру горожан и научить их пользоваться мусорными контейнерами и урнами. Многие горожане отметили заметное улучшение уборки столицы республики. Однако в городе есть улицы, жители которых бьют все новые и новые санитарные антирекорды. Так, по словам сотрудников и руководителей службы, отвечающей за чистоту в городе, одними из самых нечистоплотных во Владикавказе являются жильцы улиц Августовских Событий, Ордонской, Тамаева и Маркуса. Несмотря на то, что мусорные баки там имеются в достаточном количестве и на небольшом расстоянии друг от друга, зачастую они остаются пустыми, а пакеты с отходами складируются у дороги или вешаются на ветки деревьев. Предприятие наше занимается уборкой города Левобережного района, полностью города и промышленный район города. Муниципальные задания у нас есть по уборке, то есть ручная уборка улиц города Владикавказа и в Левобережном районе иная деятельность, то есть вывоз мусора. Одна часть у нас рабочие по ручной уборке и грузчики и потом у нас есть содержание зимних дорог, то есть водители, спецмашины, зимних уборочек, техники и естественные мусоровозы. Наше предприятие призвано, чтобы убрать, привести улицы, дворы города в порядок. Наше предприятие, я же говорю, ежедневно выходит порядка 600 человек только лишь на Левый берег и промышленный район. Ну, наше предприятие призвано для того, чтобы убрать, привести город в порядок, то есть санитарное состояние города привести. Планы какие? Естественно, работать над собой, работать, чтобы город был более чище. У нас есть задачи привести город в порядок, у нас на самом деле задачи поставлены очень такие серьезные задачи, чистота, чистота, еще раз чистота города. Но единственное, могу сказать, добавить, что усилиями только нашего предприятия мы ничего не добьемся, то есть нам нужна помощь и горожан, и юрлиц, то есть магазинов, офисов предприятий города, чтобы они тоже участие принимали в этом, указывали помощь, естественно. Мы не разу обращались и сейчас тоже, пользуясь случаем, обращаемся к нашим горожанам, чтобы относились более уважительно к нашей работе. То есть, что это включает в себя? То есть, чтобы выносили, есть места дислокации для дислокации контрольных площадок, куда выносится мусор, куда мы должны выносить все мусор, пусть они выносят туда. То есть, пакеты разные, мусор свой складируют. Иной раз бывает возле домов, пятиэтажек, многоэтажек оставляют свой мусор, чтобы они выносили на контрольные площадки. Для того, чтобы мотивировать сотрудников предприятия спецэкосервис к более качественному выполнению своей работы, столичная администрация приняла решение об увеличении их зарплаты. Она будет не только доведена до нового минимального размера оплаты труда, но и превысит его. Скорее всего, это повышение произойдет уже в текущем месяце. Также внедряется система поощрений и санкций для работников. Наши 7 минуты стекли. Смотрите нас завтра в 7.07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова